Во-первых, приветствуем те, кто поддерживает, и большое спасибо за поддержку, потому что без вашей поддержки у нас будет все очень тяжело. Николай Житков из Вишкамского района попал под первый поток мобилизации. Храбро отслужил полгода и вернулся домой в небольшой отпуск. Дома его с нетерпением ждали любящая жена Вера и две дочки. Супруга не скрывает слез радости. Любимый муж и папа рядом и здоров. Пока глава семейства защищал родину, Житковых поддерживали близкие. Помогало и государство. На старшую получаем с 7 до 16 выплаты и на младшую с 3 до 7. Все меры поддержки мы получаем. В принципе, мы ни в чем не нуждаемся. Мы уже ждем с победой домой. В гости к Житковым приехал и губернатор Алексей Русских. Подарил подарки, поинтересовался, всю ли помощь получает семья. Сейчас атмосфера в коллективе. Нет панических настроений? Ну, бывают люди, которые, например, остерегаются, боятся. Мы их поддерживаем. Все отлично получаются. Работаем. Ну, потому что каждый по разному подкову. Психологически, морально. Вот. Друг друга держим. В руках. Подбадриваем. Николай, как и другие мобилизованные, не устают благодарить каждого ульяновца, кто им помогает. Ребята получают всю гуманитарную помощь. Одежду, медикаменты, печки-буржуйки, свечи, маскировочные сети и многое другое. Об этом позже они рассказали губернатору на встрече в правительстве. Поддержали ребята и создание в регионе реабилитационного центра для участников СВО. Значит, мы сейчас приняли решение создание у нас центра реабилитации военной. Там будет здание бывшего профилактория УАЗа. Там уже помещение отремонтировано. Сейчас смотрим оборудование, которое нужно закупить. Поэтому все раненые будут там реабилитироваться. Я думаю, несколько месяцев он уже начнет работать у нас. Мобилизованные обратились к главе региона с личными вопросами, а также с вопросами, которые передали боевые товарищи. Все они будут решены. Все вопросы социального характера, поддержки нас, наших семей, были озвучены. Ответы получены. Встреча была очень продуктивной. Вопросы решились всем. Все вопросы, которые задавались, губернатор полностью ответил. Конечно, приходит очень много гуманитарной помощи. Все заявки, которые мы направляем и на имя губернатора, и обычные жители фонда, все приходит, проблем с этим нет. Бойцы готовы выполнять. Спасибо большое и ульяновцам, и губернатору. С очень большой периодичностью получаем гуманитарную помощь из районов, из города. Получаем письма от детей, читаем все это. Сюда были привезены ответы на письма. Всем детям, которые нам написали письма, они получат ответы персональные. Поэтому все это мы чувствуем, поддержка ощущается. Гуманитарная помощь будет продолжать поступать. Волонтеры из разных организаций сейчас активно собирают посылки с разными вещами, чтобы успеть порадовать бойцов ко Дню Защитника Отечества.